Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хакасская Республиканская детская библиотека представляет программу эстетического воспитания школьников Катаваси. Цель программы – организация субботников Катаваси как нового образовательного формата для формирования эстетической, познавательной и художественной активности детей. Знаете, у меня с самого начала были сомнения. Вообще, будет ли это интересно нашим детям? Вот как раз у меня таких сомнений не было. Все дети до определенного возраста любят рисовать, пока взрослые не говорят им, что они этого делать не умеют. Естественно, дети начинают стесняться, что к школьному возрасту юных художников становится куда меньше, а потом и вовсе не одного. Более того, они не перестают интересоваться искусством, ибо оно кажется им совершенно непонятным и каким-то ненужным. Ну и как показывает практика, литература по истории искусства и художественные альбомы редко находят своего читателя, чаще всего оставаясь в качестве красивого приложения на выставочных стеллажах. И чтобы не быть голословными, мы провели маленькое исследование. По результатам опроса из 100 посетителей библиотеки в возрасте от 10 до 15 лет только один ребенок регулярно берет литературу по живописи. Остальные сообщают, что никогда не интересовались этой темой. Помимо этого, 46 респондентов считают, что не умеют рисовать. В 67 признаются, что многие художники рисуют непонятно. Слушать о картинах неинтересно. Я ничего не знаю про искусство. И другие аналогичные ответы. Тем не менее, почти все из опрошенных готовы знакомиться с живописью в библиотеке. Если это будет интересно, можно будет немного научиться рисовать. Если никто не будет смеяться, не будут ставить оценки. Проблема обозначена, но как ее решить? Как совместить творчество, игру и книги по искусству? А здесь помог случай. Будучи любителем кошек, я обращаю повышенное внимание на все, что связано с ними. А при таком подходе разве могла я пройти мимо книги «Неогуб», главной в истории живописи, и «Коты», которая рассказывает о стилях и ярких представителях художественного искусства через кошачьи образы. Тем более, что книга могла служить только вдохновением и основой для занятий. А вот все подробности, рассказы о художниках и, собственно, мастер-классы требовалось разрабатывать с нуля. Да, я была в некотором замешательстве от этой идеи. Тем более, что где я, а где искусство. Но коллега умеет быть настойчивой и убедительной. Сначала я прочла саму книгу, оценить, насколько доступно, просто, и в то же время интересно рассказывает автор о направлениях искусства. Дело было за малым. Разработать программу эстетического воспитания школьников, увязав в красивый узел множество книг и творческие мастер-классы, не забыв при этом про кошек. На самом деле это было очень сложно. Вы представить себе не можете, сколько мне пришлось прочесть литературы, поскольку изначально все мои знания об искусстве ограничивались лишь иллюстрациями школьных учебников. Но, как говорится, лиха беда начала. Книга, главная в истории живописи коты, действительно очень крутая. Кстати, я неоднократно задавала себе вопрос, что почему именно коты, а не собаки, например, или хомячки. Впрочем, не так сложно взять за основу мастер-классы, посвященные кошкам, и переделать их по то животное, которым тяготеет наша аудитория. Тогда получатся хомячки, допустим, в стиле поп-арт или кубические рыбки. Так, стоп, давайте все-таки вернемся к нашей котовасте. Расскажите, что было дальше. Ну, а дальше я составила длинный список направлений в искусстве. В книге на развороте есть удобнейшая кошачья шкала времени, где обозначены направления в живописи и указано время развития и фамилии художников. На этом моменте я увлеклась и пошла дальше, добавив все направления, которые в книге не упоминаются. Например, космизм, ботика, исторический жанр и другие. Более того, мне стало интересно подбирать истории о художниках и разрабатывать мастер-классы, так, чтобы увлечь наших детей. Так родился формат арт-субботника, то есть занятия по искусству. Это подставка арт и проходящие по субботам. Арт-субботник представляет собой интерактивную лекцию. Это рассказ, обсуждение, игра, демонстрация видеороликов и другие приемы об истории живописи с мастер-классами, где дети осваивают простейшие приемы рисования портретов домашних любимцев в стиле различных живописных течений. Ну и, конечно же, итоговый вернисаж. По-моему, это круто. По-моему, тоже. Предполагаю показать отрывки таких занятий. С удовольствием, ведь всегда приятно рассказывать о том, к чему лежит душа. Здравствуйте, девчонки. Сегодня у нас очередное занятие в катавасе. Мы с заволочкой между катавасей. Она проходит на субботу. Мы изучаем с вами стиль живописи, художников, ну и сами учимся рисовать в этой технике. Сегодня мы будем изучать с вами по антеллизму. Что такое по антеллизму, ты не знаешь? Какое направление живописи? Не знаю. Поэтому мы с вами сегодня здесь собрались, чтобы узнать, что такое по антеллизму. Под сильным влиянием эмпетсионизма художники Коль Сият и Жор Сера использовали новую технику в живописи, которая заключалась в создании картины и множества маленьких точек чистого цвета. Что значит чистого цвета? Мы краски не смешиваем, да? Расположены очень близко друг к другу. Здесь заключалось в создании оптической иллюзии. Расстояние точки, будто бы слева, а эти создавали сплошной цвет. Вот картина Джордж Сера. Эфелева плашну точечной, варенную донесу. Получается желто-красный, скульптурный. Джордж Сера плач, нужная погода. Здесь уже темный цвет, да? То есть, видимо, коричневый, зеленый, понимаешь. Коль, синяя, площадь из Сан-Тропе. Синий, желтый и красный. То есть, чтобы показать листу, вот такие точки использовали. То есть, для всей точечной рисования. То есть, здесь нет оплантелизма. Сегодня мы с вами будем рисовать вот такую вот кошку. Как ее рисовали? Рисовали вот такими вот ватными палочками, либо кисточками, да? Я сейчас не раздам. Вот такие ватные палочки. Как наносили? Точечками. Ага, сколько много цветов. Здесь использованы и зеленый, и синий, и красный, и желтый цвета. Мы возьмем с вами два цвета для смешения. Потому что, когда мы смотрим издалека, мы видим один цвет. То есть, если синий, и зеленый, мы относим на дальше картинку, получается у нас один цвет. Здесь просто вам это показывает давно, да, что желтый, красный смешиваем цвета, либо синий, зеленый смешиваем. Просто ты сделала, допустим, синий, желтенький и красненький, и ты возьмешь тоже желтый, красный. У кого синий и зеленый, возьмешь синий и зеленый. И наносим только два цвета. Смотрите, мы с вами будем использовать для чего палочки ватные? Потому что этот метод с тычком. То есть мы будем наносить краску на кисточку и макать точечками. Не раскрашивать мазками, а точечками тыки. То есть это и есть искусство по антилизму. То есть не наносим сплошную краску, а тычками работаем. Давайте попробуем. Берем ватную палочку, макаем ее. Давай вот я вам своей покажу. Смотрите, то есть мы не красим кисточкой. Мы наносим точечками. Не размазываем. Берем второй кончик для палочки. И наносим теперь уже другой цвет. Тут же, рядышком. Близко сильно не делаем, подальше делаем. Потому что у тебя еще будут желтые крапинки. Чтобы он у тебя не слился в свет этот. Вот смотрите, книжка ступенки художников. Именно зарубежные мастера. А можно поделиться точечкой? Конечно. Вот сегодня о том мы говорили, да? Что главный представитель, кто у нас получается, про семья. Вот его картину. Видите, как он точками рисовал. О-о-о. То есть, получается, когда мы смотрим, оно не видно, что точками рисуют. Да. Сплошной цвет. А на самом деле, эта картина нарисована вот именно такими точками. Ну, конечно, не ватными палочками, но кисточками это рисуем. Это мы рисуем с вами ватными палочками. Вообще, вот кисточками, таким точками рисовали. Красиво. Да. Вот мировое искусство, а живопись – самая знаменитая шагида. Здесь вот тоже взор, все, парковая зона, да? Вот тоже. Я знаю эту картину. Это все точками. Да, замечательно. То есть, это точечное рисование в стиле плантеризма. Сейчас, смотреть со стороны, мы получим оранжевый цвет, да? То есть, когда объединяем цвета красный и желтый, мы получаем оранжевый цвет. Поэтому, с большого расстояния будет смотреться, что кошка оранжевая. То же самое у тебя. То есть, если желтый – красный, получаем оранжевый. И у меня тоже. Да. Давайте посмотрим, что у нас получилось. То есть, показываем друг другу свои рисунки. Спасибо, ребят, за работу. Я надеюсь, вам понравилось рисовать в этой технике. Да. Книжка находится в нашем зале. Главное – в истории живописи коты. Приходите. Кому понравилось, можете взять, почитать. То есть, именно об этом стиле плантеризма. На следующем занятии мы будем изучать с вами технику другую, не менее интересную, чем плантеризм. Девчонки, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас с вами очередное занятие «Котоваси». На наших занятиях мы изучаем с вами стили живописи, это я напоминаю. Изучаем художников и рисуем в технике, в которой рисовали эти художники. Но главная книга нашего занятия – это книга главная в истории живописи и коты, стили их яркие представители. Что это за книга? Мы рисуем кошек, потому что в этой книжке сто и более кошек в разных стилях. Сегодня мы с вами будем изучать кубизм. Название и что не напоминает кубизм? Кубики. Как будто кубиков не собирали. То есть художники данного стиля рисовали именно не витричными фигурами. Используют треугольники, круги, квадраты, линии какие-то. Сейчас немножко информация. Когда впервые возник кубизм, а это было в начале 20 века, он вызвал бурю негодования в публике и мире искусства. Вместо того, чтобы пытаться передать глубину с помощью перспективы, тона и цвета, кубисты изображали свои объекты с разных углов в одно время. Используя геометрические фигуры. Самый известный кубист – это Пабло Пикассо, большой любитель котов. Часто изображал кошачьи формы с необычных ракурсов. Существует два типа кубизма. В аналитическом кубизме используется много белого, серого и охты, что придавало работу в суровый вид. Но позже возник синтетический кубизм. Что это значит? В нем преобладают более яркие цвета, чтобы картина была добавлена элементами коллажа. Поэтому яркие фигуры сегодня с вами будем рисовать. Смотрите, какие элементы использовали художники. Кубисты использовали плоские геометрические фигуры, чтобы изобразить ровные стороны объекта. В данном случае это голова кошки. А я вам буду пользоваться. И кругом. Видите, плоские фигуры получаются. Фрагменты целого, то есть несколько фигур, объединяли в одну общую фигуру. Таким образом получилась именно кубическая фигура. Ноф Пикассо. То есть Ноф Пикассо рисовал, он под свой нос рисовал картины, поэтому он был у него острый. Использовали геометрические гитары, то есть струнные инструменты. То есть у нас геометрическая, да, получается. Вот такие вот линии, как молния. То есть это все техника кубизм. Сегодня мы с вами будем рисовать кошку в этой технике. Смотрите. Так как мы используем геометрические фигуры, сначала для глаза мы возьмем овал. В любом месте, на ваше усмотрение, мы рисуем вот такой овал. Это у нас будет глаз. В центре овала мы с вами рисуем маленькую точку. Это будет зрачок. Сейчас вам так вот покажу. То есть вы видите, что это нереальный кот, да? Поэтому мы с вами не стараемся выводить какие-то геометрические фигуры. И у нас будет несуразный. Поэтому не старайтесь ровные линии делать. Смотрите, берем лист. Переворачиваем его на 90 градусов. Вот так? Да. Рисуем еще один овал. Стараемся это делать немножко подальше, совсем, чтобы не рядом было. Подальше рисуем. Ставим также точку. Это у нас второй зрачок. Переворачиваем еще лист. Снова в горизонтальное положение ставим лист. Вот такой носик. Следующий элемент это нос. Нос у нас будет как треугольничек. 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 Мы рисуем его в любом месте, где вам угодно, но только недалеко от головы. Рисуем вот такой треугольничек. Это нос кота. Вот так? Да. Рисуем рот. Вообще-то они у кота вот такие. Рисуем в любом месте рот. Но недалеко от носа. Но недалеко от носа. Как я вам показывала, художники используют такие линии, как молнии. Поэтому мы рисуем наши нукотой усы. Смотрите. Можем нарисовать как молнии. А где рисовать? Где угодно, недалеко от носа. А у меня сначала не будет. Рисуем голову коту. Это круг. Это у нас все внутри. Глаза, нос, усы. Рисуем такой полуовал, полукруг. Это голова коту. Это вообще кот. Это кот. Кубический кот. Кубий кот. Нарисовали? Нарисовали. Смотрите. В любом месте можете перевернуть лист. В вертикальное положение поставить. Дайте мне лосьонку. Спасибо. Рисуем уши. Рисуем уши. Стараемся рисовать большие фигуры. Потому что когда мы с вами будем закрашивать, это будет очень красиво смотреться. Смотрите. Кубисты, когда рисовали, они делили свой рисунок на несколько частей. То есть, состоял он из разных сил. Поэтому мы с вами мордочку кота делим на какие-то определенные участки. Допустим, я хочу у вас здесь нарисовать линию. Вы повторяете так же. Где-нибудь рисуете линию. То есть, мы делим лицо на разные части. Нарисуем вот такое вот тело. Допустим, флаг разное. Нет. Я хочу вот такие вот ромбики нарисовать. Это лапчик? Да. Это лапчик. Я волчек. Я тоже. Нет, я не буду. Я все равно. Так. Ну, я думаю, наш ход готов. Которые красочки, кисточки. И каждый отдельный участок мы рисуем с каким-то цветом. Каждый у вас свой цвет. Кому какой цвет нравится, такой закрашенный. Я все равно рисовала. Каждый участок кота должен быть разным цветом. Каждый у вас свой цвет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо всем за мастер-класс, было очень интересно с вами работать. Получились у всех замечательные кубические окошки. Приходите к нам в библиотеку за этой замечательной книгой, главной в истории живописи и коты, стилем и их яркие представители, которые вы можете прочитать о технике кубизии, которую вы сами сегодня изучили. Понятно, что какие-то стили легко адаптировать под мастер-класс, например, рисовать точками, как в фуантилизме, или использовать метод аппликации, чтобы разобраться в кубизме. Но как быть, когда надо рассказать об историческом жанре, или когда ребенок так зажат, что боится краски и кисточки, как огня? В этом случае нам помогают раскраски, где картинка уже есть, а нужно только подобрать цвета и раскрасить контур. Мы ведь не стоя на задаче научить детей рисовать. Мы же библиотека, а не художественная школа, и поэтому наша цель, как уже было сказано выше, заинтересовать, увлечь искусством, воспитывая эстетику восприятия картин. Кстати, насколько я помню, были случаи, когда дети переставали бояться осуждения и с удовольствием начинали рисовать. Да, детям действительно очень нравятся такие занятия, когда каждый из них может сказать гордо, «Я художник, и я так вижу». И просто нарисовать, например, свое настроение, эмоции, как компенсионист. И это самовыражение дорогого стоит. Много ли вы знаете детей, которые могут отличить фобизм от символизма, а рококо от минимализма? А наши юные художники могут? Не в принудительном порядке, а в легкой игровой форме. Единственная проблема – это отсутствие необходимого количества расходных материалов и качественного оборудования для проведения комфортных занятий. Однако выход был найден. Мы бросили кричьи, и в скором времени нашлись люди, которые не пожалели для нашей катаваси краски, карандаши, фломастеры и бумагу. Так получилась целая мастерская. Ну, на этом наши желания не ограничились. Мы решили расширить свои границы, чтобы катаваси узнали больше читателей. Проблему решил виртуальный альбом. По мотивам каждого занятия создавался видеоролик, который затем загружался на странице библиотеки в соцсетях. Так что теперь у катаваси есть поклонники по всей стране. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»